Привет, друзья, с вами Юрий Дмитрий Рашенко, и сегодня поговорим об изменениях 635-е по становлению правительства Российской Федерации, которое касается порядка въезда в Российскую Федерацию. Напомню, что на текущий момент у нас есть пункт 2 под пункт 17. Там лица, являющиеся членами семьи, у которых есть близкие родственники и граждане Российской Федерации. Это супруга, родители, дети, родные, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, усыновители, усыновленные. Значит, они граждане РФ, вы подтверждаете родство, подтверждаете копии, то, что они граждане Российской Федерации, пересекаете границу. На текущий момент, 2 октября, по распоряжениям правительства, внесены изменения в этот под пункт, и теперь иностранные граждане, у которых есть, соответственно, граждане Российской Федерации, близкие родственники, а также есть иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в России. В России это супруга, родители, дети, родные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки. То есть, если у них не только гражданство, но у них есть и вид на жительство, то вы также имеете право пересечь границу и заехать в Россию. Ранее мы предоставляли по гражданам России, так и осталось у нас. То есть, если у вас они есть, граждане Российской Федерации, вы представляете копию паспорта гражданина РФ и подтверждающий документ родства. Теперь, если у вас есть, например, родители, имеющие вид на жительство, или братья, сестры, родные, имеющие вид на жительство, то вы также имеете право пересечь границу. Для этого вам нужно подтвердить родство с ними, с посвидетельством о рождении, и также копию иностранного паспорта с отметкой «Вид на жительство» и соответствующая копия «Вид на жительство», подтверждающая, что он постоянно проживает в России. Этих документов должно быть достаточно, чтобы по этому основанию к близкому родственнику, не только имеющему гражданство, но и вид на жительство, пересечь границу, приехать в Россию. Соответственно, оформить миграционную карту, дальше уже миграционный учет, ну и потом решать вопросы уже по основанию, уже у каждого ставить свои задачи. Напомню, что ранее в августе у нас также были внесены изменения, появился пункт 37, который дает возможность лицам, являющимся супругами или несовершеннолетним детьми иностранных граждан, заехать в Россию, у которых есть основания по близкому родственнику. Так что теперь, опять же, супруга и дети, в соответствии с этим пунктом, могут заехать совместно с супругом, опять же, к лицам, родственникам, у которых есть вид на жительство в России. Но эта категория ограничена, то есть не ко всем гражданам, которые имеют вид на жительство, а только к членам семьи, которым является супруга, родители, дети, родные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные. 2 октября внесены эти изменения. Ну и, соответственно, теперь появилась дополнительная возможность для пересечения границы по основанию, в том числе, естественно, сухопутной. Спасибо, что посмотрели данные изменения. Пользуйтесь, посмотрим, что будет на практике. Ну, я думаю, что здесь не должно быть никаких проблем, потому что, в принципе, по аналогии с документами, подтверждающими гражданство РФ близкого роста, только вы дополнительно здесь подтверждаете, что у вас близкий родственник иностранный гражданин, и вот его копия паспорта с отметкой ВНЖ, и вот, соответственно, копия вид на жительство. И подтверждающие документы роста, вы вас также должны пропустить. Спасибо, что посмотрели видео. Успех вам. Всего доброго. На связи с вами.